Мадагаскар 2 Пайроблейзер! Главное достоинство игры в том, что она максимально реалистично передает ощущение скорости. 007. Квант милосердия. Местами интересная, местами ужасно скучная, невзрачная подделка на бессмертную тематику приключений Джеймса Бонда. Всем привет! В эфире снова Фак и я Влад Лехов. Фак – самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Неугомонные друзья Лев Алекс, Зебра Марти, Жираф Мелман и Бегемот Глория в компании с четверкой находчивых пингвинов и лемурами надумали выбраться с острова Мадагаскар, чтобы вернуться в Нью-Йоркский зоопарк. План их прост, но грандиозен – перелететь океан на старом самолете. Изобретательные пингвины поднимают разбитую машину в воздух, но неожиданно она совершает аварийную посадку в африканское саванне. Так начинается история новой игры «Мадагаскар-2». Игра предлагает всем желающим пройти дюжину нелинейных уровней и проникнуться множеством забавных приключений и ощущений. Вместе с главными героями вы побываете в непроходимых джунглях и бескрайней саванне. Вам предстоит много плавать, бегать, а также играть в футбол, водить машину, заниматься фотоохотой, исследовать окружающие территории и драться с врагами. Впрочем, это далеко не все. У компании «Льва Алекса», «Зебры Марти», «Жирафа Мелмана», «Бегемота Глории» и четверки изобретательных пингвинов появляется злой враг – «Мота Мота». Игра поступила в продажу 4 ноября 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 8 ГБ на жестком диске. Каждый из героев обладает уникальными способностями, которые пригодятся при выполнении заданий. Лев Алекс очень здорово прыгает и умеет передвигаться огромными скачками. Он отважно дерется с врагами, издавая при этом грозный рык. Зебра Марти способен развивать поистине невероятную скорость, а это значит, что он легко убежит от самого быстрого врага. Грациозная Глория легко собьет с ног любого врага, а еще она великолепно плавает и ныряет. Изобретательные пингвины очень хитры, сообразительны и упорны. Они умеют водить машины, ловить рыбу, запускать снаряды и управлять различными механическими устройствами. Жизнерадостный король Джулиан может раздобыть что угодно. Редкая и очень полезная способность. Короче, вполне обычная аркада для фанатов мультфильма. 4 балла за геймплей. Внешне игра выглядит вполне нормально, но не слишком выразительно. Чувствуется влияние консоли предыдущего поколения. При этом на интерес к игре такая картинка не влияет. Если эта игра нравится вам своей идеей, своим духом, тогда вы не будете обращать внимание на недостатки. Наша оценка внешних данных игры — 4 балла. Озвучка вполне приемлемая и даже хорошая. Больше 4 баллов ставить не будем, но в данном случае это вполне приличная оценка. А вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры. Мелмен, calm down, buddy. What happened? Oh, our plane crashed. I don't have any amazing climbing abilities. And the name is Melman, not mailman. Любимые герои, яркие цвета и местами затягивающий игровой процесс. Если не придираться к мелким недостаткам, в эту игру вполне можно поиграть с таким же интересом, как и в серию игр Лего. Наша общая оценка Мадагаскара 2 — 4 балла. Детский сад. Игра для детей дошкольного возраста со старенькой графикой и не особо выдающимся геймплеем. Но если вам понравился мульт, а делать ровным счетом нечего, обязательно попробуйте поиграть в эту незамысловатую игру. На час-другой ее хватит. А ваши младшие братья и сестры, или даже дети, однозначно оценят эту разработку. Именно для них мы подготовили ответы на вопросы по прохождению. Первый вопрос. Помогите пройти миссию, где нужно предотвратить кражу деталей от самолета. Что нужно делать в самом начале? Отвечаем. В первую очередь, играя за Мелмана, вам нужно предотвратить кражу деталей от самолета. Затем, играя за Глорию, вам нужно будет закрыть чемоданы короля Джулиана. Для этого нужно просто прыгать на них, и под весом животного они будут сами закрываться. И напоследок, за Марте, вам нужно будет отправить и погрузить багаж в самолет. Следующий вопрос. Как пройти миссию в водной долине уже после того, как рухнул самолет? Что нужно делать? Отвечаем. Вначале нужно следовать за Марте. Затем, когда вы найдете фотоаппарат, сделайте несколько фотографий. Человека, бегемоты, носорога, обезьяны и слона. Дальше играть еще проще. Следующий вопрос. Никак не могу пройти миссию покорения Глории. Помогите, пожалуйста. Помогаем. Когда вы будете играть за Мото Мото, вы должны будете производить впечатление на Глорию. Похоже, что каких-то определенных комбинаций нет, поэтому нужно просто попробовать сделать несколько красивых прыжков с различными позами. В итоге, управление перейдет снова к Глории. Chronicles of Mystery Scorpio. Ритуал вышел в ноябре 2008 года. Игра сделана в жанре адвенчуры. Разработкой занималась польская студия City Interactive. Прошлая работа этой компании, Art of Murder FBI Confidential, порадовала пользователей качественной графикой и интересными декорациями. Но геймплей, предыстория и проработка персонажей сильно испортили цельное впечатление от игры. Смотрим, что получилось на этот раз. Все начинается с исчезновения известного профессора археологии. Полиция провела расследование, но это никаких результатов не дало. Тогда его племянница решает самостоятельно найти дядю. С этого момента и начинаются ваши приключения в образе Сильвии. В доме профессора вы находите записку для некого мистера Андерсона. Из записки узнаете, что дядя в последнее время работал на раскопках неподалеку. Там, поделав журналистское удостоверение и усыпив охранника, проходите в подземелье, в котором располагается древний портал. Разобравшись, как работает этот механизм, понимаете, что вам не хватает четырех элементов. Возвращаетесь обратно к дому дяди. Там встречаетесь с мистером Андерсоном. Он рассказывает о том, что слышал об этих элементах на одной выставке и сообщает, где они находятся. Едете туда, в арт-галерее вам говорят, что экспозиции уже закрыты, и экспонаты отправляются к владельцам. Тогда вы отвлекаете охрану и пробираетесь через окно в хранилище. И только вы находите заветные реликвии, как на вас набрасываются охранники. Но это только начало. Сюжет насыщен крутыми и опасными поворотами, несмотря на нежный облик главного героя. Есть момент, когда вам придется даже пробираться по подземелью, заполненному ловушками и скелетами. И вот здесь-то невольно возникают ассоциации с Tomb Raider. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,2 ГГц, 500 МБ оперативки, видеокарта с объемом памяти 128 МБ и 1,5 ГБ на диске. Игровой процесс насыщен несуразными вещами. В первой сцене вам нужно поймать рыбу, чтобы узнать у попугая адрес, но она вам еще пригодится. Протаскав живую рыбу в кармане два дня, будете отпугивать ею кошку из машины. Звучит, конечно, странно, но такие вещи хорошо разнообразят геймплей и заставляют улыбнуться. За геймплей 4 балла. Графическое исполнение локации отличное. Прорисованы все окошки, вывески, цветочки и машины на улице. Детально проработанные и хорошо вписываются в обстановку элементы квеста. Однако персонажи портят все впечатление. Контры угловатые, лица нечеткие, а движения ограниченные и однотипные, как у пингвинов. За внешний вид 4 балла. Звуковое сопровождение качественное. Можно отчетливо различать каждый шаг и вслушиваться в крики чаек на фоне. Музыка ненавязчивая, хорошо продолжает настроение игры. За звук пятерка. В меру интересная адвенчура. Игра, насыщенная энергичными моментами, хорошо и реалистично выглядит, сопровождается гармоничным звуком. Но ничего замечательного в ней нет. Игровые ходы самые банальные. А сюжет стал классикой еще во времена вестернов. Хороший способ скоротать не один вечерок. Итоговая оценка Chronicles of Mystery The Scorpio Racha 4 балла. Впечатления от Chronicles of Mystery носят двойственный характер. Предыстория приобрела хоть какой-то смысл, но геймплей наоборот наполнился абсурдными моментами. Персонажи стали симпатичнее, но превратились в часть декорации. Главная героиня смоделирована, но ничуть не лучше людей из Art of Murder. Адвенчура сложная и часто не совсем логичная. Отвечая на ваши вопросы по игре, мы развеем пару-тройку таких несуразностей. Первый вопрос. Застрял в самом начале. Как убежать от монстра? Отвечаем. От него не убежать. Надо заманить его в комнату и запереть там. Напротив входной двери есть железная труба. Заблокируйте дверь. Это даст возможность дойти до комнаты. Двери комнаты скрепите цепью. Вопрос. Я воспроизвел порядок рисунков на стенах. Но где найти недостающие плитки на пол? Отвечаем. На место расколотых плиток нужно положить предметы, которые были изображены на них. А нет и найдете в ящике для пожертвований. Вопрос. Я пролез из метро-туннеля на контрольно-пропускной пункт. Спиной ко мне стоит охранник. Как мне быть с ним? Отвечаем. Слева есть розетка. Вытащите из нее штекер. Затем ножом обрежьте шнур и вставьте штекер обратно. Поднимите оголенный конец провода и примните на охранника. Он упадет. Смотрите далее. 007. Квант милосердия. Местами интересная, местами ужасно скучная. Невзрачная поделка на бессмертную тематику приключений Джеймса Бонда. Пайроблейзер. Главное достоинство игры в том, что она максимально реалистично передает ощущение скорости. Главное достоинство игры в том, что она максимально реалистично передает ощущение скорости. 007. Квант милосердия. Местами интересная, местами ужасно скучная. Невзрачная поделка на бессмертную тематику приключений Джеймса Бонда. Вы никогда не задумывались о том, что разработчики качественных гоночных симуляторов занимаются по большей части сизифовым трудом? Но зачем переносить в виртуальный мир соревнования, которые по увлекательности и зрелищности никогда не сравнятся с реальными? Виртуальные гонки должны и могут выглядеть совершенно иначе, чем те, что можно увидеть на автодромах. Тут уже все зависит только от фантазии разработчиков и производительности компьютера. Представляем вашему вниманию самую концентрированную выжимку жанра гоночных аркад. Пиро Блейзер Прошлой весной британская студия Candela Systems анонсировала динамичную гоночную аркаду Пиро Блейзер. Работа над этим проектом продлилась чуть больше полугода. В разработке также приняли участие сербские разработчики из подразделения Apex Entertainment. По сюжету игры много лет назад существовал прекрасный мир Айпейрон, которым управляли бесстрашные герои-хранители Вечного Огня. Но ужасная катастрофа погубила эту древнюю цивилизацию. Выжившие разбились на три фракции, которые вам и предстоит возглавить. Но сначала нужно проявить свое мастерство на полях или точнее в туннелях сражения. Игроки смогут промчаться по футуристическим трассам на антигравитационных болидах. Не обошлось и без элементов боевика. На каждый болид нужно установить оружие, которое поможет прийти к финишу первым. Постепенно вы сможете совершенствовать свое транспортное средство, получая доступ к новым пушкам и оборудованиям. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц. 1 ГБ оперативный и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске Pyro Blazer займет 4 ГБ. Игровой процесс потребует от игрока максимум концентрации и точности управления болидом. Коридоры узкие, а любое касание его стенок тут же отбрасывает вас на последнее место. Помимо этого соперники так и норовят запустить у вас ракету или, используя гиперускорение, обойти как стоячего. Оружие, боеприпасы и бонусы, на которые впоследствии можно будет прокачать болид, предлагается собирать прямо во время гонки. Помимо этого трассы имеют развилки и разные маршруты. Пятерка за геймплей. Внешний вид Pyro Blazer заслуживает отдельного разговора. Во-первых, игра использует физический процессор Physics, что делает поведение болида и различных предметов на трассе более реалистичным. Во-вторых, местные трассы — это чистой воды киберпанк, несущийся вам навстречу с запредельной скоростью. И, наконец, болиды здесь прорисованы до мельчайших деталей. Пятерка за внешний вид. Музыкальное сопровождение порадует поклонников электронной музыки, а вот звуковые эффекты довольно слабые и невыразительные. Пятерка за звук. В итоге мы имеем качественную гоночную аркаду, сделанную с использованием самых современных технологий. Завораживающий геймплей и яркий внешний вид располагают к себе с первых минут. Но главная достоинство Pyro Blazer в том, что эта игра максимально реалистично передает ощущение скорости. И общая оценка этой игры — 4 балла. Любители гоночных аркад должны быть в восторге. Игра по-настоящему завораживает своими красочными футуристическими трассами и огромными скоростями. Мне даже кажется, что Pyro Blazer можно использовать в качестве сильного гипнотического средства. Особенно те места, где коридор закручивается в спираль, а от скорости на голове начинают шевелиться волосы. О том, как добиться максимального эффекта от игры Pyro Blazer, мы расскажем прямо сейчас. Вопрос. Мой Blazer иногда взрывается ни с того ни с сего. Как от этого избавиться? Или это просто глюк игры? Отвечаем. Скорее всего, вы попадаетесь на стелс-мины. Они, в отличие от остальных мин, не видны. Вопрос. А зачем на трассе раскиданы какие-то монетки? Отвечаем. Это бонусы ускорения. Полный турбозаряд обновляется в начале круга, но также можно его пополнять, если собирать эти монеты. Вопрос. А что делать, если я не могу оторваться от соперника, а он сзади буквально расстреливает меня? Отвечаем. В этом случае вам поможет такой прием, как гипертормоз. Для его использования зажмите одновременно клавишу турбо и тормоз. В результате болид замрет на месте, но как только вы отпустите кнопки, полетит невероятно быстро. Так что вы без труда оторветесь от противника и даже сможете догнать тех, кто впереди вас. Вопрос. Влияет ли на скорость направление движения блейзера, вверх или вниз? И можно ли таким образом разогнаться? Отвечаем. Нет, разогнаться, поднимая и отпуская болид нельзя. Зато можно двигаться заметно быстрее, если начать вращаться вокруг продольной оси блейзера. Правда, управлять им от этого станет еще сложнее. Механизм переноса киношной вселенной в компьютерный мир и наоборот до сих пор не налажен и работает с явными перебоями. Экранизации Макс Пейна и Хитмана лучшее тому подтверждение. С компьютерной историей дела обстоят не лучшим образом. Удается разве что перенос мультиков на PC, да и то не всегда. Сегодня же мы расскажем о проекте студии Триарх. Ребята замахнулись ни много ни мало на приключения Джеймса Бонда. До 2006 года права именно на выпуск игр по мотивам Бондианы владела студией Electronic Arts и получалось у нее это, честно говоря, не очень. Как правило, эти игры выходили на консолях. Последнюю же игру в серии, Квант Милосердия, разрабатывала студия Триарх, ответственная также за хитовый сериал Call of Duty. События, разворачивающиеся в Кванте Милосердия, рассчитаны в первую очередь на тех, кто фильм уже посмотрел. Миссии никак не связаны между собой, а иногда так и вообще, взяты из предыдущей части Бондианы из казино Рояль. Мы прыгаем в кампании Бонда по всему земному шару. Игра начинается с погрома особняка Мистера Уайта, затем скачем по трущобам Сиена. Тут же, по окончании миссии, игра закидывает нас на Мадагаскар, где суть опять свертится вокруг погони, теперь уже за террористом с бомбами. И вся игра проходит в режиме такого вот пространственно-временного калейдоскопа. Системные требования игры таковы. Двуядерный процессор на частоте 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти и 8 ГБ на винчестере. Игровой процесс Кванта Милосердия представляет из себя зубодробительный экшен без минуты покоя. Прохождение исключительно линейно. Можно даже не переключаться на карту, а ориентироваться исключительно на маркер компаса и выскакивающих из-за угла врагов, где их больше всего, там и находится ваша цель. Если не обращать внимания на полное пренебрежение авторов игры к сюжету фильма, то играть местами даже интересно. Наша оценка геймплея — 3 балла. Движок Кванта Милосердия — прямой потомок собрата из Call of Duty 2. Технология, конечно, безнадежно устаревшая, однако ничего большего от проекта, сделанного по горячим следам кинопремьеры, ждать не приходится. Невзрачные текстуры, архаичные спецэффекты и дешевенький блюр при взрывах — вот, пожалуй, и все, на что способна игра. Наша оценка графического оформления — 2 балла. Музыка в игре хоть и переписана заново, однако с первых аккордов угадывается классический стиль фильмов про Джеймса Бонда. Наша оценка звука — 4 балла, а вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры. Местами интересная, местами ужасно скучная — невзрачная поделка на бессмертную тематику приключений Джеймса Бонда. Конечно, это большой прорыв по сравнению с тем, что выходило из цехов Electronic Arts на ту же самую тему, однако до эталона игре еще очень и очень далеко. Наша общая оценка «Квант и Милосердие» — 3 балла. 0.07 «Квант и Милосердие» — типичный шутер, сделанный пяткой левой ноги. Недаром Дэниел Крейг, главный герой «Казино Рояль» и «Квант и Милосердие», так долго отказывался от участия в этом проекте. Его опасения на предмет того, что разработчики уронят планку качества Бондианы, подтвердились. Для тех же фанатов, кто решился из любви к искусству пройти всю игру, мы ответим на вопросы и дадим советы по прохождению. Первый вопрос. Как подключиться к камерам в самом первом уровне? Я жму кнопку F, но ничего не происходит. Помогите мне. Помогаем. Чтобы подключиться к камерам, нужно эту самую кнопку нажать и не отпускать. Появится индикатор подключения. Как только он заполнится, вы увидите изображение с камер. Следующий вопрос. Можно ли миссию в опере пройти исключительно в стелс-режиме? Отвечаем. Не только можно, но и нужно. Если вы будете краситься, не попадать в поле зрения камер, и убивать врагов из пистолета с глушителем, то значительно облегчите себе прохождение. Можно, конечно, сыграть в Рэмбо, но этот трюк срабатывает только на самом легком уровне сложности. Следующий вопрос. В миссии на Мадагаскаре я догоняю африканца с бомбами, но не могу его убить. Как мне его достать? Отвечаем. Не гроет с бомбами скриптовый персонаж, такой же, как и все остальные, за кем вы гонитесь в любой другой миссии. Иногда они появляются в поле вашего зрения лишь для того, чтобы указать, куда надо бежать дальше. Некоторых из них вам удастся убить, но это произойдет лишь тогда и там, где это задумали авторы игры. Следующий вопрос. Как сбить вертолет в пещерах? Отвечаем. Найдите поблизости винтовку с оптическим прицелом. В помощь ее пристрелите снайпера в грузовом отсеке вертолета, а затем второго пилота, который стреляет по вам из автомата. Попасть по нему крайне сложно. Нужно учитывать то, что цель движется. Поэтому стреляйте с упреждением. Как только вы в него попадете, вертолет закрутится вокруг своей оси, рухнет и, вызвав тем самым лавину камней, расчистит вам путь вниз. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Факт. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...